Особое мнение на 101FM Он проработал здесь чуть больше года Занимался благоустройством, транспортом, ЖКХ До этого работал в Сочи и Орле И напомню, что еще один зам Шульгина Главный по инвестициям Антон Карпинский Тоже приглашенный Шульгиным Он проработал в Кирове всего полгода Вот это что такое? Это тенденция какая-то? Они все бегут от нас? К сожалению, в последние годы Это не только у нас в Кировской области Но и в других регионах И с этим начинают бороться местные элиты То есть у нас вот эти появляются Я их называю команды шабашников То есть команды шабашников Они приезжают на городское хозяйство Иногда на регион И начинают просто реализовывать проекты То есть мы понимаем, что с реализацией федеральных проектов С реализацией каких-то областных проектов На которые выделяются опять же федеральные деньги Городские программы Болевые точки всегда известны Они есть И вот они пытаются втащить Это называется построить бизнес Я не называю это государственным управлением Или строительством Это мое личное мнение Что Илья Вячеславович Шульгин Он не государственник Он приехал и решает какие-то свои задачи Первая задача Это в лучшем случае Это составить о себе хорошее мнение И попасть в какой-то кадровый резерв Может быть на федеральном уровне Это первая такая карьерная такая А второй вопрос Что мне кажется более реальным И вот по тем шагам, которые Ну вот как идет Ну это просто вот Хорошая кормушка Представляете Стать во главе города Привлекать Он постоянно привлекает Казанские какие-то фирмы Надо отметить, что Илья Вячеславович Раньше занимался частным бизнесом Это отражено и в интернете Вот от 2011 года есть его фирмы Мало того, соучредители, которые у него там были в разных фирмах Они сегодня присутствуют в качестве советников В качестве каких-то наблюдающих лиц Но я считаю, что они И мы это видим Это не только мое мнение Это не только мое мнение Но и мнение бизнес-сообщества В дорожном строительстве В мусорном строительстве В энергохозяйстве и так далее Все на глазах мы анализируем Ну вот смотрите, мы ведь видим и то, что они уходят отсюда Уезжают, значит не очень-то кормушка Нет, погодите Как вы говорите Если мы смотрим интернет Смотрим интернет, да Там написано Суть вот этих бригад Вот почему уехали Ященко курировал дороги в том числе Уборку снега То есть с его приходом И с приходом Шульгина Мы почему-то стали заключать договоры Ну там, например, на 20 месяцев По одновременно это асфальтирование Уборка в зимний период и в летний период То есть комплексная Вот То есть здесь как бы скрыта определенность Такая цикличность финансовая И вот помните, у нас до этого был Минкен, да Директор ДДХ Предыдущий год Он ровно тоже отработал год В феврале закрывает все акты Закрывает все акты По дорожной среде предыдущего года И я так предполагаю Но не только я предполагаю Весь интернет пестрит Посмотрите, они получают какие-то свои откаты Ну как человек может приехать Вот этот господин Минкен Там на зарплату в 50 тысяч А у него, говорят, мотоцикл стоит дороже, чем он Получает жалование за весь год Притом в несколько раз Ну вот есть такие моменты Когда приезжает Сочи Для меня тоже этот вопрос Сочи и город Киров Мы видим разницу, да Но скажите мне, что Климат, условия, зарплаты Ну тут очевидно Ну подожди, кто-то зару не видит, да Кто-то вот как Карпинский Он ведь вообще мечтал из Кирова сделать Сочи Говорил, так же блестеть будет город Но вы знаете, он говорил Так вот сейчас у нас вот намечается Что говорят много Особенно ставленники Лея Вячеславовича Шульгина И сам он очень много говорит Вот на слуху сейчас в апрельске скандал Который вот разгорается Я хочу сказать, что это обещание Лея Вячеславовича В конце 17-го, начале 18-го года Матерям знаменитой уже 24-й школы Построят новое здание школы Во враге в Шевелях Я весь год держал на контроле 18-й год И помню еще в январе или феврале Я делал запрос как депутат Как идет проработка выделения земли под этот А я знал, что там уже буксует, да А мне говорят, что все хорошо Лариса Анатольевна Копасова говорит Все идет своим чередом И тут неожиданно на мартовских и на апрельских комиссиях Выясняется, что все плохо Школы к 21-му году, к 1-му сентября не будет А я напомню нашим радиослушателям Что эта проблема началась с 13-го года С господина Быкова, еще с господина Дранова Когда у нас в школе, это бывшие яслии Школа номер 24 находится на МОПРа Бывшие ясли, 990 метров квадратных Было определено Роспотребнадзором, что там может обучаться только 199 Затем расширились за двух смен 250 И когда стало 290 с 13 на 14 год Я стал бить в колокола, говорить, ребята, это невозможно Мне сказали, да все сделаем, через год все будет нормально А через год было уже 330 учеников В 15-м году было большое выездное совещание Перескоков Александр Викторович обещал Обещал и не выполнил Сейчас пошел снова в правительство Консультантом или экспертом Что он будет консультировать, если просто не смог вопрос, обещание вырыть Вместе с Быковым, господином, бывшим главой города Что мы через год вас 1-м майскую УПК А я знал, что это ахинея, понимаете? Но сейчас-то они ведь разгрузили, да, насколько я понимаю? Погодите, я вам сейчас скажу, помните, в 14-й год было 270, в 15-м было 330 Сейчас обучается в школе 531 человек Это просто невозможно И у меня, как у депутата, есть, я уже с МЧС проговорил и с Роспотребнадзором Есть возможность подать в суд и просто закрыть это в здание школы Или девайте детей куда хотите Потому что, ну, здание школы, оно в моем понимании Ну, там, посмотрите, какие окна Там был проведен какой-то косметический ремонт Там классы маленькие А сейчас как пытаются решить вопрос? Пытаются решить вопрос, засунуть два класса 24-й школы в 28-ю школу Которая по нормам, вот послушайте, 750 человек А там сегодня учатся 1100 О чем мы говорим? Мы строим школы? Одни обещания И вот мое мнение Каким решением должно быть этой проблемой? Я считаю, во-первых, если, Илья Вячеславович, вот до, ну, месяц, два, май, июнь Не решит вопрос со строительством А я привлек сейчас экспертов в сфере строительства Юристов В сфере планирования, проектирования городского хозяйства Которые говорят, там вот соседний участок, вот где областная больница, да Областная больница, это вот раньше, кто знает, травмбольница была Потом первая городская, это вот справа у нас овраг Шевели По профсоюзной, а слева в сторону октябрьской администрации Сейчас, помните, там хотели застроить центр торговый Вятская торговая мировичная палата в свое время Да, бизнес-комплекс А сейчас там сквер трудовой славы Вот на этом месте нужно строить школу Привязывать участки выше Стадион, может, возможно, юность Но у них говорят, все возможно А в овраге, где Шевели, можно разместить прекрасное, как нам предлагают Пирели и Ростех За свой счет Они нам пообещали, по крайней мере, со слов губернатора Шургинария Вячеславовича Что они предлагали нам за свой счет сквер Давайте сделаем сквер, в котором сделаем горки Предусмотрим такую парковую зону отдыха Это меня устроит Ну, ведь вот сейчас возник вопрос с землей И вы предлагаете опять варианты Погодите, вопрос с землей, знаете, почему возник? Он просто не решается Вот я критикую нещадно Илью Вячеславовича Шургина За то, что он всем говорит У нас все работает Да ничего не работает, Илья Вячеславович Снег зимой не вывозился Это все видели А он говорит, вывозился Уборка сейчас города, 1 мая, да она вообще не была выполнена У меня на сайте 102 гневных отзыва, что плохо убран город Я хочу сказать, не везде город должен сам убиратель нашей коммунальной службы А нужно управлять процессом Проводить организационное, давать указания за блодом, предприятиям Чтобы не работали с населением Убирали ТОСом Управляющим компанией, чтобы не прибирали Выходили на субботник Сбрасывались деньгами Ну, подождите, люди выходят на субботники Не везде 4 тысячи мешков вывезли после субботников Ну, 4 тысячи это немного Я знаю, что вы возили и по 40 тысяч И вот помню, 68 тысяч По-моему, в 2013-2014 году Чувствуете разницу, да? Ну, это за период надо смотреть Чувствуете разницу, да? Поэтому говорить о каких-то заслугах нет Плюс откровенно привезли чужих людей на центральный рынок И там непонятно, что происходит Своих людей привозят сейчас на Горводоканал, да? С одной стороны, вроде бы я считаю, что это интересно Но с другой стороны, мне непонятно, что там происходит Затем вопрос с энергосервисным контрактом Я считаю, что здесь вообще будут уголовные дела Мое мнение Там, ну вот, невыгодность для города Для наших коммунальных служб Для наших муниципальных предприятий Кировсвет И Горэлектросити, очевидно, они бы справились с этим С тем объемом работы, с той технической сложностью, которая сейчас есть А Илья Вячеславович этот проект тащит Я хочу сказать, что даже в администрации города многие не согласны Но вот плюс, вот то, что мы помните С ПАУТ и Плюс собираемся на 35 лет заключить договор На передачу в концессию Слушайте, вчера, вот помню, президент говорил Он говорит, куда вы рветесь? По-моему, Министерству экономического развития Горизонт планирования 10 лет Никаких проектов свыше 10 лет А мы пытаемся в рабство отдать, что ли? Что такое? Что такое? Казанский халифат, я не знаю, пришел Хочет управлять, хочет что-то передать Мне это как депутату, как человеку, хозяйственнику Понимающему, что такое хозяйство Откровенно, мягко говоря, уже просто не нравится А вот по некоторым вещам, я думаю, что эта новая команда Скоро получит несколько уголовных дел Ну вот как депутату, вы говорите Вот того же Ященко, ведь депутаты как раз утверждали Вы знаете, был, всегда есть при выборе кредит доверия Кредит доверия определенный, да? Илья Вячеславович на сегодняшний момент его исчерпал Мы ему простили Ященко, простили Карпинского Вот сейчас Ященко уходит А я хочу сказать, что он не совсем хорошо уходит Там есть некрасивые вещи, в том числе Несогласие с самим Ильей Вячеславовичем Шульгиным Ведь там не только Ященко ушел директор ДДХ И там ряд дорожников А не согласие, вы говорите, в чем? А не согласие в чем? А там появляется не совсем красивая, например, история Ну и они все знают Тот, кто в этом заинтересован И про главные правоохранители знают У нас выиграл конкурс на уборку улиц, в том числе снега Это наше муниципальное предприятие Гордор Мострой А почему-то она по аутсорсингу передала уборку снега фирме Казанской Понимаете, да? Мало того, казанцы пришли к директору ДДХ А у нас есть такая информация, что эти фирмы параллельно заключали договоры Там с Пятерочкой, с Магнитом, с район торговых центров Частных каких-то предприятий на вывоз снега С них брали деньги и одновременно пытались Пытались, я говорю, потому что актов пока не видел Ну, правоохранители так просто не интересуются Пытались заключить договор, нам подставить на оплату Что якобы мы это вывезли, этот объем снега на наши свалки Плюс не была система, то, что до этого работала Система свалок в этом году зимой, она не работала Не были определены окончательно меры Соблюдены определенные обустройства этих Порядок туда вывоза, плавления этого снега и так далее В этом году это ничего не было И эту историю вы как раз с уходом Ященко связываете? В том числе, в том числе Там вопросов очень много И мы сейчас послали как в ДДХ В том числе потом в город Ормаструк Вот счетная палата Депутаты все ненагласно проголосовали Нам не нравится это управление Сразу хочу сказать И, ну, вот кредит доверия В моем понимании У Ильи Вячеславовича закончился Я думаю, что ему надо пора просто пока не поздно взять Честно сказать, я не справился встать и уйти Ну, давайте так, смотрите Слишком много накопившихся вопросов Я не говорю Генплан Год назад, мы в феврале Я ему сказал, что эта фирма не справится за такие деньги, которые выиграла У нее нет документов Я, господин Шугин, со мной спорил Вот просто до красноты И что получилось? Год прошел, и у нас генплана нет Сейчас приходит новый уже Московский, там Новосибирская была фирма А я считаю, что должны делать местные проектировщики Потому что генплан это рабочий инструмент Нам потом, нам на бумажке написали Потом говорить, а что у вас здесь это, а что здесь это Если проектировщики местные, там есть обязательства Они приехали, посмотрели на местности Это же генплан, это не просто картинка красивая Это привязка к развитию Плюс считаю, что генплан невозможно заказать нормальный Если нет стратегии Стратегии мы должны сами выработать А не те, которые нам генплан напишут И на основе этой стратегии уже делать генплан Давать техническое задание Сегодня одного нет, как без этого Мы какое задание дали? Да косое, кривое Поэтому генплан это лишь фикция Плюс не поданы документы для того, чтобы Для обновления кадастровой стоимости имущества Которую запрашивает областное министерство имущественных отношений Провален, вы слышали, транспортный генплан Развязки эти транспортные Фирма оказалась Они нам сдали, сдали, сдали бумажки Не уложили в сроки Оказывается и не то И вот сейчас мы заказали экспертизу Еще год прошел А я говорил тогда, что я думаю, что местные проектировщики там Могли бы с этим справиться Это не один институт Я не лоббирую чьи-то интересы Давайте выберем Мало того, они всегда говорили, встречались со мной Там четыре института проектных А почему раньше мы жили с этими проектными институтами? А сейчас невозможно Притом там некоторые лидеры в каких-то отраслях своем В комплексе они могли бы это все сделать Мало того, эти проектировщики потом нужно вот Условно говоря, переносить проекты, приземлять там Развитие дорожной инфраструктуры, там эстакад, мостов Уже конкретно делать проекты Так тогда есть проектировщики, которые Они смотрели предварительно это То есть можно приземлять таким образом У нас сейчас перерыв Полминутки и вернемся в студию Продолжается программа «Особое мнение» У микрофона Мария Кожевникова Своё особое мнение сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлёв Владимир Вениаминович поступил звонок в студию Позвонил нам наш слушатель Владимир Он говорит, что согласен с вами С выводами, да? Да, с выводами по поводу руководства городского В частности, Ильи Шульгина Но хочет уточнить роль главы города Елены Ковалёвой Ну, я хочу сказать Тут как бы в ответ будет такого плана Первый, во-первых, Елена Васильевна Она вроде бы человек честный И, наверное, желающий, может быть, сделать что-то Но она всегда была чиновником Вот я заметил, чиновник — это особый вид людей С определённой психологией Она не делает резких движений С одной стороны, я понимаю, что в политике должна быть какая-то стабильность Но это первый момент Но, конечно, правильнее бы задать вопрос ей Но моё такое ощущение, это моё мнение Что это тоже всё не нравится Она, к сожалению, вот заняла такую позицию Она неискренне общается с руководителями оппозиционных фракций То есть вот Единая Россия У неё не было опыта управления партиями У неё нет управления, словно говоря, городской думы Она финансист, в этом она вообще молодец, конечно, разбирается Во многом её заслуга То, что счётная палата стала эффективно работать Её протеже очень принципиальная У нас сейчас женщина, Елена Георгиевна Которая действительно причиналась с большой буквы Но я думаю, что ситуация накаляется И фракции, и оппозиционные партии однозначно все Что кредит доверия господину Шургину закончился Но подождите, вы говорите, что много ей что-то не нравится Она не может или не хочет что-то? Вы знаете, во-первых, мы понимаем, что её поставили на это место То есть согласованная фигура Политика резких движений не любит Это всё накапливаться, накапливаться А потом выстреливают Кстати, уголовные дела так же Они годами копятся, а потом в итоге это масса информационная Она делала прорыв Я надеюсь, что здесь будет то же самое Но по моему мнению, по разговору с средовыми членами Фракции Единая Россия Это никому не нравится И мне кажется, вот этот край, он уже То есть вот мы стоим на краю То есть это когда-то что-то рванёт И мы получим, ну там, с детскими садами проблемы, со школами Не важно, что это накоплено было в предыдущее десятилетие Предыдущее десятилетие А рванёт вы что имеете в виду? Ну какой-то будет, я, возможно, какой-то социальный взрыв недовольства Потому что, ну вот, даже то, что Вот шесть детских садов мы построили, да, в прошлом году Ну в этом году сдали в марте месяце Вы в курсе, что всё равно недостаток ещё? Две тысячи мест То есть мы не можем предоставить Мало того, не решается вопрос Не можете построить детский сад, давайте им компенсируем Ту сумму, которую мы тратим на таких же детей И тогда они пойдут просто в частные детские сады Всё А сегодня две тысячи ребятишек Притом это цифра официальная Они не могут посещать детский сад То же самое школы у нас Двадцать восьмую школу мы запихиваем из двадцать четвёртой школы два класса Где решение? Мало того, я готов терпеть год, два, три, где я, ну я вижу Бот школа там, там, там Детские сады будут там, там, там Этой программы нет Наскребаем еле шесть мест детских садов Вот ещё в этом году Четыре плюс один, ещё пять детских садов будет построено Но надо не забывать Это где-то порядка, ну, 700 ещё Мест в детских садах 700 яслей, да, это по федеральной программе Ну, 750 Но, по крайней мере, мы видим, что вот эта проблема конкретно, она решается Но ведь есть и другие Погодите, есть законы Вот я бы ещё хотел поговорить Вот я как раз раз говорил Тут, на самом деле, про детские сады можно много говорить Потому что, вот когда ребёнок идёт в 3,8 в детский сад Вроде бы не нарушаются его права Но ведь это 3,8 Это почти 4 Вы знаете, у нас многие чиновники далёкие от образования, от педагогики Я хочу сказать А ещё там с трёх лет не ходит в детский сад Ну, сидит дома Погодите, закон об образовании Это не 7 лет Закон об образовании с трёх лет Это называется Некоторым чиновникам, которые плохо понимают Или туповаты С трёх лет до школьного образования Мало кому В яслях, да Это присмотр С трёх лет В том числе, кроме присмотра Появляется образование Но при этом 3,8 тоже считается У нас уникальная система С советских времён Погодите, там учат считать Писать Читать Танцевать Физкультурой занимаются В том, что ребёнку 3,8 Он пошёл Наконец-то Заниматься Но это считается Нормой Погодите В других городах С трёх лет все ходят Мало того Там ещё и ясли есть А у нас А у нас считается нормой Когда ребёнку 3,8 Я это не считаю нормой Я считаю Это беззакон Это никто не считает нормой Законы несоблюдения Конституции Статьи 41, 43 Где сказано Бесплатное образование Только Почему-то многие считают Говорят Так это же образование Детский сад Это входит в понятие Вот это люди Которые так вот Читают вот так Так ребята Я вам объясняю Кто далёк от образования Образование начинается С дошкольного С трёх лет Смотрите закон об образовании Вот и всё Давайте всё же Мы Да Можем долго говорить В детсадах Но хочется вернуться Вот Кященко Да Он ушёл Я хочу сказать Что у Шульгина Теперь просто так Притащить своего человека На первого зама Не удастся Вот я хочу вас спросить Вы согласуете Как депутаты Кого теперь Вам нужно привезти На согласование Конечно решающее слово Будет за фракцию Единая Россия К сожалению Тогда пришло Не так много людей Большинство получила Единая Россия В городской думе Вот Сегодня даже Все три оппозиционные партии Но все три оппозиционные партии Заявляют Ну четвёртая ещё есть Там коммунисты России Да Четвёртая заявляет Что мы так просто Зама не согласуем Кто должен быть Какой должен быть Моё мнение Однозначно Должны быть кировчане Мало того У меня даже есть Например Там Ну кандидатуры Это мои Это моё как бы Такое мнение Кто бы мог справиться Вот из тех Кто на виду Ну есть такой Шушанов Александр Иванович Например Да Это представитель Областного профсоюза То есть Ну это моё мнение Я его не спрашивал Но кто бы мог справиться Из тех, кто его знает Есть Востриков Александр Емирович Это который сегодня Зам главы города Елена Васильевна Да Да То есть вы даже Конкретно кандидатуры Готовы назвать Который мог бы справиться С первым замом Нам нужен свой контролёр На всех важных вещах Это транспорт ЖКХ Дороги То есть здесь Пойдут федеральные линии В том числе В 2024 году Огромные федеральные деньги Да Это несколько миллиардов Там По-моему даже Миллиардов 140 где-то Да будет На всё про всё Нам нужно контролировать Большая часть из них Пойдёт в городское В том числе Там на рекультивацию Свалки в Костино И так далее Вот Такие гнины Есть Ну Я считаю Вот те перечисленные люди Главой администрации Мало того Я заявляю Это моё мнение Что они даже ещё Не хуже По крайней мере Как минимум были А так как они знают Местную обстановку В моём понимании Являются Главное их качество Государственники То есть когда Ты не свои вопросы решаешь А ты пришёл Решать вопросы города Насущные Которые интересны гражданам Это образование Это детские сады Школы Дороги ЖКХ Вот три проблемы Которые кстати Обозначил президент Чем должен заниматься Муниципалитет Но перейдём К другой теме Ещё одна Вчерашняя новость Дмитрий Анатольевич Медведев Подписал документ О том Что вместо Химоружия В Мородыково Теперь будут Уничтожать Отходы Первого и второго Классов опасности За пять лет На переоборудование Предприятия В Мородыково Хотят Направить Пять миллиардов рублей И ещё На три таких же Объекта По стране Но получается Что всех жителей Кировской области Поставили просто Перед фактом Потому что документы Уже подписаны Без меня меня женили Что называется Но я помню Что ещё Год или больше Назад я писала Новость С заголовком О том Что кировчан Спросят О том Что должно быть В Мородыково А кто сказал Что спросят Говорили об общественных Слушаниях По-моему Это была пресс-конференция В правительстве Насколько я помню Ну вот Видите Это ещё Я хотел бы сказать Гражданам Нашим Моим Согражданам Кировчанам Что нас просто Обманывают А мы проглатываем И прощаем Нам много чего Обманывают Я считаю Политик И чиновник Который не справился А пообещал И не выполнил Если это серьёзное Обещание То он должен Просто откровенно Если не уходит Тогда мы должны Добиться Политическими Законными способами Его отставки Вот и всё И выбрать такого человека Чтобы у следующего человека Была Вот понимаете Моральная планка Ни или не обещай Раз Во-вторых Если не можешь справиться Как сказал Путин 20 февраля На совете федерации В докладе он сказал Он Эти протесты к чиновникам Не хотите Уходите Не можете Уходите К предприятию всё же Давайте вернёмся К предприятию Но во-первых В законе не сказано Это федеральное предприятие Относится к нам Скорее всего Министерство обороны Вообще в таком случае Людей должны спрашивать Ну в законе нет такого Это Кировская область Это часть территории Российской Федерации На которую Переносится Вот эта юрисдикция Правительства федерального В том числе Дмитрий Анатольевич Медведев Может подписать такое Мало того Нас ведь не спрашивают Какие ракеты поставить Где их разместить И так далее Есть определённые функции У этого органа Это Министерство обороны Вообще появление такого предприятия Это хорошо или плохо Может быть это плюс для региона Сходу для меня Как для человека Конечно Когда всё что ухудшает экологию Конечно же не хотелось бы Да С одной из первых моментов А вот это ухудшает Или улучшает экологию Когда там перерабатывают батарейки Ртутные Я не допущен к этим секретам Мне сложно давать оценку Но если мы химоружие уничтожали И если это Там по классности Это то же самое Но у людей остаётся работа Этот городок Ведь после уничтожения Соцгарантии Надо бросать И я знаю что Кстати очень долго Область искала А как использовать Те деньги Которые были вложены Ту инфраструктуру Там жильё Там дороги И так далее Поэтому если будут использовать И там люди будут получать зарплату Те которые проживают Там в Уорчевском районе Может быть это и нормально Когда был Мородыковский Где уничтожали химоружие Там же были соцгарантии Там строилось жильё Вот здесь Такое возможно У кого просить Первая и вторая степень опасности Которая существует Но я думаю что там гарантии Те же самые Они регламентируются Федеральным законодательством К сожалению Это даже не входит в компетенцию Областного правительства Я думаю что даже их Наверное не сказали И я знаю что у них Та задача Там же есть инфраструктура Жила Есть люди Граждане Есть рабочие места Наверняка Они сами искали этот вариант Говорят А вот есть такое предложение Там даже был По-моему конкурс Объявляли года полтора или два На то что Как использовать После закрытия Вот этой программы Уничтожение химоружия Ну вот наверное нашли Такой вариант Ну вот просили Вот вам нашли Как к этому относиться Ну как относиться К космосу Там к ядерному оружию Там к реальной опасности Сегодня Которая там существует Войны То есть Ну эти все риски существуют Ну как-то наверное Надо относиться Ну то есть Не нам решать в этом случае Да Правильное Ну наверное Если бы там Жил бытель Ну был жителем Морщевского района Я ведь и городской В том числе депутат Но меня как человека Это трогает Ну надо Совсем разбираться Ну и одновременно там И шуметь И уже бояться Пугаться всего Наверное Ну тоже было бы неправильно Должна быть У нас полторы минуты рекламы И вернемся в студию Продолжается программа Особое мнение Сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев До перерыва мы поговорили о том Что в Мородыково Теперь будут перерабатывать Не теперь А с 2023 года Я уточнюсь Будут перерабатывать Отходы первого и второго Классов опасности А еще в Кирове Хотят перерабатывать Пластик И вот уже начали Расставлять контейнеры По городу Для сбора его Раньше уже ставили И не сработало Вот что думаете Нужно для того Чтобы все-таки Ну вот Мы с депутатами Это обсуждали Вот на комиссии По ЖКХ У Дениса Моего коллеги Дениса Валерьевича Ярохина Эту тему Проблематику Все все понимают И мне кажется Вот я в разговорах С избирателями По своей По долгу службы Депутата Плюс как бизнесмена Часто Вот этот вопрос Сегодня мусор Он самый Вопрос номер один Он муссируется Там С приливой старифов Там Сама технология И так далее Вот в свое время Классик Нашего Политэкономии Владимир Ильич Ленин Он в свое время Говорил Помните На заре Я так еще школьникам Помню Вот эта фраза Нужно запустить Начать общественную дискуссию Идеальное решение Вырабатывает народ И как можно Большее количество Это называют Демократии Или еще что-то Демократия Это уже В принятии Какого-то решения Но у нас народ Все прекрасно понимает И сегодня Вот в культурном В каком-то моменте По крайней мере Не скажу Что мы уже все решили Но большинство Думающих людей Оно сегодня Готово сортировать Мусор А если еще тариф Например снизить Тем кто сортирует Тут знаете Тариф Ну мы уж не должны Говорить что Все должно быть бесплатно Да Вот это первый момент Я далек от этого Другое дело Что недоверие Есть к властям Тем кто занимается этим Там везде химия Вот сейчас вот очередной Там момент По свалке В осенцах Там 14 миллионов Вот мы сейчас Будем на этот счет С правых людьми общаться Были просто выведены Украдены деньги Там махинации Это один момент Но это всегда В хозяйственном действии Какое-то есть В городском хозяйстве Которое мне не нравится Разберемся Люди готовы На ваш взгляд Кто не готов Думающих Ну мне процент Оценить сложно Но интеллигенция Думающие люди Они готовы сортировать Вот это Понимая Что самое В отходах Бытовых Бытовых отходах Самая Долго разлагаемая Самая вредоносная Это пластик И полиэтилен Ну там пенопласт Возможно Но его не так много Он требует Определенной Переработки И его Сам это возможно Вторично перерабатывать Ну по крайней мере И полиэтилен И пластики В большинстве своем Сортировать нужно Но перерабатывать Можно в полезные вещи Вот Следующий момент Там например Ну бумага Это понятно Она фактически В полном объеме Ну пока речь о пластике Перерабатываться Пока в пластике Ну потому что Это самое вредное Самое вредное И самое главное Он самый простой В переработке То есть можно его Гранулировать И уже продавать То есть есть покупатели Там проблематич Например С резиной С покрышками С утилизацией Да С автомобильными Да Это как бы Ну это уже вопрос Даже не бытовых отходов Это другая программа Ну то есть на ваш взгляд Это идея живучая Я хочу сказать У нас нет возможности Уйти от этой проблемы Нужно сортировать Пластик всем жителям И я думаю Что большинство это понимает 90% Сортировать при этом Платить столько же Сколько сейчас Вы знаете Их не надо связывать Я считаю Я сторонник того И мы в принципе победили Что политика должна быть сбора Об этом говорит большинство Не с метра с квадратного А с человека Потому что человек является Субъектом мусора То есть по другому вопрос Производство этого мусора Да Но второй момент Второй момент Который я понимаю И почему было выбрано С квадратного метра Я так понимаю Никто не отвечал на этот вопрос Для человека Кстати тоже не ответил На этот вопрос Я понимаю Что проще собрать С квадратного метра Потому что есть паспорт Да А сколько здесь людей В конкретной квартире Вот это сегодня проблема Мы говорили о том Что подсчитано было Что выгоднее городчанам Я сомневаюсь Вот я не верю Нашим властям Особенно городским Да Которые говорят Что они что-то подсчитали И точно знают Вот практика В 99% случаев Они ничего не знают И не владеют Реальными цифрами Я всегда Если хочу получить информацию Я у среднего звена Через запросы Через разговоры Получаю точную информацию А возглавляющим Я к сожалению Департамент И всем Не верю Времени мало У нас Поэтому на следующую тему Хочу перескочить Ольга Сыкчина Депутат ОЗС Внесла инициативу О снятии дополнительных Выплату главы регионам В данный момент Он получает премию В размере трех окладов При выходе в отпуск Из бюджета Оплачивается Санаторное курортное Лечение членам семьи После ухода с поста Экс губернаторы Получают возможность Бесплатно передвигаться На авто Из правительственного парка Инициативу Сыкчина И ее коллеги Отклонили Главный аргумент Который они Сказали В защиту Соцгарантий Для чиновников Возможность Избежать коррупции За счет Вот такого Увеличения Зарплаты Губернатора Вы с такой Позиции Согласны? Ну Я знаю Что это закон Насколько эти Привилегии Были приняты При Никите Юрьевича Белых Я к сожалению Не знаю При Никите Юрьевича Белых Знаю Но основная Там часть была Еще у предыдущих Губернаторов Но Она начала пребывать Вот кардинально При Никите Юрьевича Белых До этого были губернаторы Там Владимир Нилович Сергеенков Николай Иванович Это люди Ну в моем понимании С совестью То есть какой-то Во-первых Были и местными людьми Ну во-первых Как-то так С совестью Прежде вот эти бригадиры Знаете Я сторонник того Лишить всех Вот этих привилегий Слушайте Если вам так тяжело Так вы не идите Мы на губернатора Всегда найдем Другого человека Который может даже За сто тысяч У нас пока К сожалению Я в России Не слышал такого опыта Но на Западе Например Тот кто становится Губернатором Там в США Или там например В Европе Они вообще отказываются От своей зарплаты Или например Зарплату там Вот я знаю Перечисляют Студентам Например Как в виде Ну вот вы сейчас Никита Юрьевич Упоминали Он ровно так и делал Ну Ну он то был еще Как бы в дополнение Ко всему богатый человек Я бы Ну убрал привилегии Там Ладно у губернатора Там у нас У кучи чиновников Вот такого Ну меньшего Там например Пенсия Они выходят на пенсию Там 70% От зарплаты Представляете Там представитель ОЗС Какая Вот я не знаю У Владимира Васильевича Быкова Какие там зарплаты У него еще генеральская Плюс он еще там Какой-то Он инвалид оказывается Там третья группа Говорят Плюс там Есть еще Какие-то доплаты Там в городе он был Плюс еще там В ОЗС Я не знаю Как это суммируется Или как это стабилируется Ну слушайте Ну не должно быть такого И в то же время Зарплаты там В детских садах В школах Я считаю Что они ниже среднего Мне это не нравится Кто бы там ни говорил Как не отчитывались Но меня не удовлетворяют Зарплаты В детских садах И в школах Ну по уровню ответственности Я не знаю По уровню Объема работы Вот наверное Это не сравнение Хотите скажу Это мое мнение И мнение Современных Теорий Управления Во всем мире Если человек Должен идти На выборную должность Губернатора Или муниципального Он должен служить людям Слу-жить Если ты не готов служить А думаешь о деньгах Или там У меня готов Должен быть нормальный уровень жизни Ну мы-то найдем Другого человека Служить и заслужить Еще же Служить и заслужить А сейчас критерии Там зарплата Привилегии Это вот является Поводом для разговора Так вот Предположим Если вот касаемо меня Ну понятно Что я как бы Ну может быть обеспечен Но я своим трудом заработал Я готов Я пошел Я готов отказаться От этой И показать пример То есть например От своей там зарплаты Себя там Словно говоря Стал главой администрации Или там губернатором Я готов отказаться От этого и показать Да я готов Вот может быть Чурин Александр Анатольевич Он тоже человек небедный Может быть он там Председательского Председателя правительства Зарплату может например Поддержать Лучших студентов В политехе Или там Студентов Я знаю что он По-моему Заканчивал В экологических странах Языков Например Студентов Инфака Там сделав Там 10 или 20 стипендий Классная идея Правильно Я правильно вас услышала У нас какого-то креатива Мало в городе А почему бы Такие Великодушные Поступки не совершать Правильно вас услышала Чиновники должны Отказаться от зарплаты Нет Они должны В моем понимании Они никогда не откажутся Чиновники Депутаты Люди Граждане Через людей Мы должны Максимально Сделать так Чтобы у них не было Привилегий В том числе И пенсионных Когда Большинство людей Живет там Ну за чертой бедности Пенсионное обеспечение В области Меня тоже не устраивает А почему тогда должен Ну да Тяжело Он плохо работал Если Такая Средняя зарплата Плохая В регионе Если пенсия Такая маленькая Если коммунальные Услуги такие Большие Где у него Хороший результат Пусть сначала Даст результат Снова Перескочу На другую тему Вы сказали По поводу Близости Чиновника К народу Завтра Великий праздник Важный Для всей страны Праздник Завтра День Победы Завтра Много мероприятий По всему городу В том числе Бессмертный полк И в ней В том числе Принимает участие Губернатор И другие члены Правительства В прошлом году Он уже участвовал Шел впереди Колонны Правда Без портрета Вот вы В принципе Относитесь Как к этой акции И к участию Высокопоставленных лиц В частности Если губернатор Шел без портрета К этому отношусь Отрицательно О чем скрывает Тогда получается Как-то примазываться А если Вообще К этой акции Отношусь С большим уважением Во-первых Она не государственная была А это общественная Сами там участвуете Минус Я Много раз Ни разу Честно говорю Не ходил Хотя у меня Оба деда Воевали Вот Есть с чем пройти Но вот как-то не было Наверное Надо как-то так Возможно С детьми Со своими Взять Чтобы им показать Это же нужно Еще подрастающим В этом году не собирались Это тоже поддерживать Уж там плохого не вижу Но единственная Просьба губернатора Я уверен Что у вас предки Были У него есть Он рассказывал О пожарном Я тоже слышал Поэтому Надо просто взять портрет Чтобы не выглядеть белой вороной А так Все в порядке Заканчивается наша программа Владимир Вячеславович Вас и всех слушателей Поздравляем с 9 мая Всем хорошего дня И хороших выходных Ну это общий Праздник Это может даже Знаете Как бы день Такой очень важной памяти И я надеюсь Что вот где-то В скором времени Завершится вот та Несправедливая вещь Которая по парку Знаете Землю продали Да Она наконец-то Закончится Тем что люди Которые В 15-м году В год 70-летия Победы Позорно я считаю Продали эту землю Да Ну слава богу Сейчас вот все Восторжествовало Но я надеюсь Что все понесут Вот Это вот Это наш Как наш народ погибал Да Вот я считаю Многие депутаты Уперлись Вот здесь проявили героизм Вот я тем депутатам Тем я знаю И чиновникам И гражданам Честным Которые в этом участвовали Я хочу сказать Что это будет Наш маленький День Победы Который мы его Пополнили И своих дедов И поддержали Особое мнение На 101FM